Защита прав инвалидов – одна из основных правозащитных задач органов прокуратуры. Одним из пунктов реализации прав маломобильных граждан является организация для них доступной среды путем создания условий доступа к объектам социальной инфраструктуры и транспорта. Но, как показывают проверки, проводимые сотрудниками органов прокуратуры, не во всех организациях и учреждениях установленные законом требования исполняются в полном объеме. В ряде случаев зафиксировано отсутствие пандусов и кнопки вызова, в связи с чем в адрес руководителей, допустивших нарушения, несены представления об их устранении. В случае не устранения данных нарушений по представлению прокурора будет подготовлено и направлено в Уваровский районный суд исковые заявления о понуждении данной учреждения или организации выполнить указанные требования законодательства. Помимо представления или направления исковых заявлений, имеются в кодексе административных правонарушений разные статьи, в которых предусмотрены штрафы на организации, то есть на должностные лица или на юридических лиц. Кроме того, в ходе мониторинга сети интернет прокуратуры были выявлены официальные сайты организаций и учреждений, которые не обеспечили, гарантированно государством, свободный беспрепятственный доступ инвалидов к информации, размещенный на сайтах, а именно отсутствовала версия для слабовидящих людей. Для устранения выявленных нарушений в адрес учреждений также были внесены представления, которые на данный момент рассмотрены и удовлетворены, а нарушения устранены. В сферу деятельности органов прокуратуры входит не только надзор за исполнением действующего законодательства, но и работа с обращениями граждан и разъяснение им новых норм закона. Так, с 24 марта текущего года вступили в силу поправки в правила обязательного страхования автогражданской ответственности, утвержденной Центробанком России. Самым главным изменением в ОСАГО стала отмена справок о ДТП. Признан утратившим силу абзац 6 пункта 3.10, согласно которого потерпевший на момент подачи заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков обязан был прилагать к заявлению наряду с другими документами справку о дорожно-транспортном происшествии, выданную подразделением полиции. То есть представление справки о ДТП из подразделений полиции с 24 марта 2018 года в данной ситуации не требуется. Также внесены аналогичные изменения в пункт 5.1 правил. Теперь при наличии разногласий между потерпевшим и страховщиком относительно исполнения последним своих обязательств по договору обязательного страхования до предъявления к страховщику иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнением обязательств по договору обязательного страхования потерпевшей, направляет страховщику претензию с приложенными к ней документами, обосновывающими требования потерпевшего. Приложение справки о ДТП из подразделений полиции с 24 марта 2018 года также не требуется. Есть изменения и в порядке оформления пульсов ОСАГО. Так теперь QR-код, содержащийся в новых страховых полисах ОСАГО, больше не будет наноситься типографским способом на бумажные бланки ОСАГО. Он будет указываться только при заключении договора онлайн в виде электронного полиса. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, Александр Трегубов для рубрики «В рамках закона». Продолжение следует...